Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре 1 февраля, и мы рады приветствовать вас в нашем утреннем эфире. И это утро для вас проведем мы, Степан Федоренко и Катерина Винокурова. Так, в течение трех дней наши коллеги рассказывали вам о самых важных событиях, которые происходили в нашей республике и за ее пределами. Ну и надо сказать, что сегодня день рождения нашего телеканала. Три года исполняется. В течение этих трех лет мы делились... И с этим мы дарим вам подарок, новый эфир, программу «Утро Якутии». Будьте каждое утро вместе с нами. Да. Просыпайтесь с нашим утренним эфиром, вас ждут выпуски новостей, прогноз погоды, гороскоп на неделю. Фитнес-тренеры нашего города подготовили для вас комплексы упражнений, которые помогут вам взбодриться и проснуться. Ну а с лучшими кулинарами и поварами мы приготовим самые вкусные и полезные завтраки. Также мы расскажем вам о знаменательных событиях и датах, которые празднуются в этот день. Расскажем о необычных интересных вещах, которые хранятся в музеях и в частных коллекциях. Ну и, конечно же, порадуем интересными гостями. Ну и вы можете сами стать частью нашего утреннего эфира, отправив нам сообщения на WhatsApp с поздравлениями для своих родных. Может быть, поделиться какими-то своими новостями. Номер телефона 8-914-273-44-88. А продолжит наш эфир прогноз погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 40-43 градуса. В Заречной группе минус 40-51. В Южных минус 43-46 градусов. В Вилюйской группе минус 45-48 градусов. В Нижнеленских до 48, в Западных минус 36-42 градуса. В Калыменди-Гимской группе районов до минус 50. В Янских минус 35-52. На Северо-Западе минус 33-41 градус. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 42 градуса. Днем ожидается без существенных осадков, туман. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Днем температура воздуха в городе Якутске составит минус 38-40 градусов мороза. Ну а в нашу студию пришел Василий Радченко. И сейчас он поделится с нами последними новостями. Василий, доброе утро. Доброе. Правительство проиндексирует социальные пособия с сегодняшнего дня. Как сообщили в Кабмине, размер выплат увеличится на 4,9%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Увеличение коснется выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России и граждан, пострадавших на производстве. Затронет и некоторые пособия, которые положены семьям с детьми. В том числе единовременные выплаты при рождении ребенка, ежемесячные по уходу за ребенком и других выплат. Сегодня завершится прием заявлений от тех, кто хотел бы сдать единый государственный экзамен в 2021 году. Об этом напоминает Рособорнадзор. Напомним, что для выпускников, планирующих поступать в ВУЗы, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный ЕГЭ – русский язык. Экзамен по математике базового уровня не проводится. Те же, кто в этом году не планирует поступать в ВУЗы, должны будут сдать два обязательных предмета в формате государственного выпускного экзамена. Это русский язык и математика. Читальные залы национальной библиотеки открываются с сегодняшнего дня. Посетить библиотеку можно по предварительному бронированию мест. Записаться можно на сайте nlrs.ru или через колл-центр. При записи для работы в читальном зале необходимо указать время, которое планируется провести в библиотеке – не более трех часов. Если читателю требуется более длительное пребывание, он резервирует дополнительное время. Прочтенные книги помещаются на карантин. Деятели культуры и спорта в Мирном разрабатывают уникальную методику оздоровления в направлении этнофитнеса. Запуск программы и набор группы планируется уже весной этого года. Занятия по танцам народов Саха и коренных народов Севера пользуются большой популярностью. В связи с этим сотрудники культурного спортивного комплекса «Алрос» решили подготовить программу фитнеса, движения, которые основаны на танцах народов Якутии. Со слов Елены Семеновны, одной из разработчиц программы «Этнофитнес» схож с йогой, так как помимо физической нагрузки программа направлена на энергетическую гармонию человека. Плюсом отмечают отсутствие каких-либо ограничений. Таким фитнесом можно заниматься в любом возрасте. Двигательная практика и духовная практика. Самое главное – этнофитнес. Очень хорошо влияет на укрепление сердечно-сосудистой системы, укрепление наших суставов, сухожилий, наших мышечных тканей. И развивается координация движений, развивается равновесие. С этой стороны очень самый полезный вид спорта или танца. Дошкольники одного из детских садов города Красноярска с ранних лет укрепляют иммунитет с помощью ежедневных закаливающих процедур. Они делают зарядку, посещают сауну и обливаются водой. В учреждении уточнили, что младшая группа обливается только в помещении и только теплой водой. На улицу выходят дети постарше, если температура воздуха не ниже минус 25 градусов по Цельсию, а скорость ветра не выше 3 метров в секунду. Все процедуры проводятся с согласия родителей. Всем всегда новое, все страшное. Но тем не менее, ребятишек с маленьких, с 3 лет, начинаем обливать только теплой водой, постепенно понижая. И уже в средней ребятишке группе начинают выходить потихоньку на улицу, побегать, раздеты. А далее уже подключаем воду, именно на улице обливаться. Те дети, которые боятся улицы, обливаются у нас в душевой. На улице мы обливаемся до минус 25. Но здесь опять такой небольшой нюанс. Если нет ветра. Если ветер больше 3 метров в секунду, мы на улицу не выходим. Наши закаливающие процедуры все проходят в помещение. Положительный эффект помимо эмоций, естественно, оздоровительный идет. Укрепляем иммунитет свой. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василия. Мы продолжаем. Теперь для того, чтобы посмотреть наш канал, совсем не обязательно включать телевизор. Все эфиры каналов НВК Саха, Якутия 24, а также Мамонт, вы можете посмотреть на своем смартфоне. Для этого достаточно только скачать приложение НВК Саха, и все любимые эфиры и программы будут у вас под рукой. Теперь вы можете смотреть еще два наших канала. Для того, чтобы утро было не только бодрым, но и добрым, необходимо зарядить свой организм. Ну и в этом нам поможет утренняя гимнастика. И сегодня для вас ее проведет фитнес-тренер Елена Бурлова. Доброе утро. Первое упражнение. Пробуждение. Поднимаем руки, ноги потрясли, проснулись. Второе упражнение делаем лежа, подтягивая колено к груди. Обхватываем руками. Третье упражнение делаем напресс. Поднимаем руки, поднимаем ноги, сгибаем в коленях. Опускаем по очереди правую руку, левую ногу и меняем. И четвертое упражнение – это ягодичный мостик. Ноги на ширине плеч, пятки ближе к ягодицам. Поднимаем таз, прожимаем ягодицы. Комплекс упражнений потягивания. Упражнение мы выполняем на четвереньках. Поднимаем правую руку и левую ногу. Выпрямляем, опускаем и меняем. Второе упражнение – кошечка. Руки прямые, в локтях мы их не сгибаем. На выдохе закругляем спину, голову под себя. На вдохе поднимаем голову наверх и максимальный прогиб в пояснице. Третье упражнение – лодочка. Мы поднимаем корпус, руки прямые, заводим назад за спину, делаем выдох. И плавно опускаемся вниз, делаем вдох. Комплекс зарядка. Первое упражнение – присед. Ноги на ширине плеч. На приседе мы делаем вдох, ягодицы уводим максимально назад, колени за носки не заходят. Встаем, выдох. Второе упражнение – наклоны вперед. Руки за голову. Во время наклона стараемся локти не сводить. Третье упражнение – скручивание на пресс, на косые мышцы живота. Руки за голову и скручивание локоть колена. В правую сторону и в левую. Хорошего дня и отличного настроения. Что ж, взбодрились, проснулись. Степа, ты знаешь, что сегодня помимо дня рождения телеканала «Якутия-24» еще и отмечается день работников лифтового хозяйства. А еще по 1 февраля наши предки определяли, какой будет весна. Поздравляем всех лифтеров с их профессиональным праздником. Ну и какие еще праздники и знаменательные события отмечаются сегодня, 1 февраля, мы узнаем в нашей рубрике «Даты и события». Сегодня, 1 февраля, отмечают Международный день десерта. Праздновать его можно как угодно, но лучше провести дегустацию. Тем более, что десерты присутствуют практически во всех кухнях мира. 1 февраля также отмечается Всемирный день хиджаба. Это один из атрибутов женской одежды. Чаще всего под ним понимается большой платок, покрывающий голову и плечи. В этот день женщинам разных стран предлагают надеть хиджаб, чтобы почувствовать себя мусульманкой. 1 февраля в России отмечают пока еще не получивший официального статуса профессиональный праздник – День работника лифтового хозяйства. Кстати, к этой сфере относятся эскалаторы и траволаторы, которыми мы пользуемся в торговых центрах, метро и аэропортах, а также другие подъемные механизмы. По 1 февраля на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро. А вот если в этот день мила метель, ее следовало ожидать и на Масленицу. Кроме того, погода в этот день предсказывала погоду на весь месяц. 1 февраля 1958 года США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Им стал Эксплорер-1. В этот день, в 1857 году, родился Владимир Бехтерев – русский врач-психиатр, академик-основоположник рефлексологии и патопсихологии. 1 февраля 1901 года на свет появился Кларк Гейбл – американский актер, кинозвезда и секс-символ, известный по фильму «Унесенные ветром». В 1931 году, в первый день февраля, родился Борис Ельцин – советский и российский государственный деятель, политик, первый президент Российской Федерации. 1 февраля 1942 года появился на свет Лев Лещенко – советский и российский эстрадный певец, педагог, народный артист РСФСР. В этот же день, в 1954 году, родился его коллега Юрий Лоза – советский и российский певец, композитор и автор песен. Именины 1 февраля отмечают Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр и Федор. Утро Якутии Расскажи, о чем ты будешь рассказывать, что будешь делать? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что это проект, в котором будут участвовать 3 человека. Это Сергей Козюра из города Нерингли, Артур Старостин из Майи и, собственно, я. Буду как бы из города Якутска. Ну, «Испытанно на себе» – это такой проект, в котором будем рассказывать о разных интересных вещах, увлечениях. И причем с уклоном на то, что по возможности будем пытаться испытать это на себе. То есть различные какие-то интересные моменты, интересные события, увлечения людей, хобби и так далее. То есть все будет проходить через призму субъективного мнения, самого ведущего и ощущений. А что ты уже успел испытать на себе? Чуть-чуть за травочку? Да, мы уже подготовили несколько выпусков, которые также с этой недели, с 1 февраля, будут запущены на телеканале «Якутия-24». Значит, ну, испытал и пообщался с ребятами очень позитивными, веселыми. Это велосипедисты всесезонные. То есть те ребята, которые даже, несмотря на минус 50, катаются на велосипедах. Я думаю, что горожане видят их, удивляются, да. Вот, пообщались с ними по экипировке, по подготовке велосипеда и так далее. Думаю, будет интересный сюжет. Еще один сюжет мы снимали на крестьянском рынке. То есть это, можно сказать, это самый северный, самый холодный рынок, где продавцы находятся на улице. Сразу вот эти рыбы, так сказать. Да, да, все, мы там каждую рыбу посмотрели, обсудили, вообще условия работы, да, тоже будут узнать. Я попробовал жеребятину. Да, вот, подержал в руках 18-килограммовую нельму. Вот, то есть такой достаточно интересный будет сюжет. И также побегал в парке. Было, ну, не минус 50, было минус 45, но, тем не менее, так же... Ну, тоже так, прохладно, да? Да, 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 да. Но я выдержал буквально полтора километра. Ну, то есть я как бы... Ну, уже неплохо полтора километра на таком морозе. Руслан, ну, тебя знает Инстаграм-аудитория, Ютуб-канал у тебя есть свой, да? У тебя уже есть своя аудитория. Вот чем-то будет отличаться телепроект? Да, возможно, что даже вот то, что сейчас будет в телепроекте, не хватает на Ютуб-канале. То есть я заметил, что как бы, ну, как взвесил. То есть на Ютуб-канале у себя, как бы я даже, по-моему, меньше общаюсь и нахожусь сам в кадре. Потому что там больше такой обзорный, ну, как бы рассказ, допустим, о внедорожных соревнованиях и так далее. То есть я там в основном рассказываю о чем-то. А здесь я и рассказываю, и, соответственно, сам в этом еще и принимаю чести. Показываю, пробую, да? Да. Как часто будет выходить программа и где ты будешь брать идеи для своих выпусков? Да, чем ты вдохновляешься? Ну, работает, очень хорошо, что работает большая команда Ютуб-24. То есть кто-то что-то подсказывает. Где-то... Также будем смотреть за соцсетями. Если будет что-то интересное, допустим, подписчики что-то могут подсказать, да? Соответственно, какие-то интересные и значимые события, то есть интересующие, соответственно, людей. Ну, то есть если, например, какое-то видео стало таким массовым, то значит это интересно. И будем стараться тоже, как бы, обращать внимание на такие события, моменты. Что-то проверять, да? Допустим, какой-то интересный лайфхак. Можно проверить, работает это или нет. То есть, в принципе, так как в соцсетях очень много людей, да, то есть практически все, да, у всех есть там Инстаграм, Ватсап, тем более, вот, поэтому, думаю, в идеях не будет особо, как бы, проблем. Проблемы, наверное, больше, как это хорошо показать, чтобы это было интересно. Но будем над этим работать и стараться. Что ж, Руслан, спасибо тебе огромное, что пришел к нам этим утром. Новых интересных экспериментов ждем с нетерпением уже в эти выходные, да? Уже с этого дня. С сегодняшнего дня. Во сколько? 18.15 до 19.00 на канале Якутия 24. Отлично. Отлично. Спасибо, Руслан. Спасибо. Мы продолжаем. В последнее время граждане нашей страны все чаще становятся жертвами мошенников. Помимо хищения денег с банковских карт, злоумышленники стали все чаще использовать схемы обмана, связанные с инвестированием. Как уберечь свои деньги и распознать лжеброкеров, смотрите в следующем сюжете. Сегодня активно используется схема, когда злоумышленники звонят или размещают рекламу в интернете, а желающие легко и быстро разбогатеть, сами идут на контакт. Так жительница Мирненского района увидела в одном из мессенджеров рекламу о быстром заработке на биржевой платформе. Предложение ее заинтересовало. В начале ноября в канал Телеграме я наткнулась на объявление, как заработать деньги. Это была платформа Global Alliance. И со мной я оставила свой телефон, что меня это интересует. Со мной связались менеджеры, начали со мной разговаривать, общаться. И я начала на эту платформу вкладывать деньги. И через некоторое время я поняла, что это мошенники, что меня обманывают. В результате женщина потеряла более 4 миллионов рублей и обратилась в правоохранительные органы. Не стоит совершать те действия, которые от вас требуют неустановленные лица. Представляясь должностными лицами, в том числе сотрудников правоохранительных органов и сотрудниками службы безопасности. Если звонит человек и представляется брокером, рассказывает о выгодных вложениях. Как понять, где порядочный участник рынка, а где мошенник? Обязательно проверяйте, включена ли выбранная вами финансовая организация в реестр Банка России и есть ли в нее лицензия. Это можно сделать на сайте Банка России cbr.ru в разделе «Проверить участников финансового рынка». Бывают случаи, когда иностранные форекс-дилеры или мошенники, выдающие себя за таковых, убеждают клиентов в том, что рынок валюты международный. И операции на нем можно производить дистанционно, через интернет. Действительно, современные технологии дают такие возможности. Но необходимо помнить, что по закону зарубежным компаниям запрещено работать на российском финансовом рынке. Поэтому, получив предложение от фирмы, зарегистрированной за границей, нужно понимать, что она уже нарушает закон. И лучше отказаться, каким бы заманчивым это предложение ни казалось. Чтобы не лишиться своих средств, кроме лицензии, нужно искать любую другую информацию о компании. Обращайте внимание на финансовую отчетность, на отзывы клиентов, на банковские реквизиты. Убедитесь, что счет данной фирмы открыт в российском действующем банке. Внимательно изучайте договор, особенно сведения о рисках. Необходимо знать зону ответственности брокера, механизм вывода средств, свои права, свои обязанности. В целом, любая навязчивая реклама, обещания золотых гор уже должны насторожить. Чем больше предполагаемая доходность, тем выше риск. Если деньги все-таки выманили, немедленно обратиться в полицию. Также нужно сообщить о факте мошенничества в Банк России и Роспотребнадзор. Деньги вернуть будет нелегко, зачастую даже невозможно. Но остановить противоправную деятельность таких компаний вы можете. Виктория Федорова, Джулстан Иннокентьев, Утро Якутии. Клиника Амур Мед оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника Амур Мед выполняет пикси, лазерный хэтчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315 500. Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор. Низкие цены. Магазин «Блеск». Улица Лермонтова, 63. Теперь в формате маркета. Орон, джибан, остол, онтон датын мебеллере. Азбука мебели мағағынтан. Атылыс. Дженхен тупсай кастюлях мебеллеріне тупсар. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий из государственного бюджета Республики Саха, Якутия местным бюджетом на организацию деятельности народных дружин на 2021 год. Прием заявок осуществляется с 25 января по 8 февраля 2021 года. Все справки по телефону 507-129. Уважаемые жители и гости столицы. Приглашаем вас в магазин охоты и рыбалки «Сидан». Собственное производство. Снегоходы и вездеходы уникальной сборки. Болотоходы «Сиэгэн». Киткомплекты «Буран». Двигатели «Лифан» и «РМ». Больший выбор запчастей и огромный выбор товаров для охотников и рыболовов. Все это в магазине «Сидан». Доброе утро. Теперь самое время зачитать сообщения, которые вы отправили на наш WhatsApp номер 8-914-273-4488. Поздравляю телеканал «Якутия-24» с днем рождения. Каждое утро в нашей семье начинается с новостей на вашем канале с праздником. Сегодня день, когда я внесу последний взнос за ипотеку. Наконец-то. У моего друга есть интересная коллекция. Можете снять про него сюжет. Обязательно свяжитесь с нами. Поздравляю с днем рождения, телеканал «Якутия-24». Вот такие вот сообщения пришли к этой минуте. Напомню еще раз номер 8-914-273-4488. Делитесь с нами хорошими новостями, поздравляйте. И можете задавать нам и нашим гостям интересные вопросы. Желать своим родным и близким доброго утра и хорошего настроения. Степ, как ты сегодня, с каким настроением проснулся? С бодрым. Как ты себя чувствуешь вообще? Ты знаешь, да, нет, для меня это вообще как-то непривычно вставать так рано. Ну, не знаю, я надеюсь все-таки войти в ритм. Я тоже очень надеюсь, что мы сработаемся и все будет прекрасно. Кстати, о прекрасном. Картина итальянского художника Сандро Боттичелли. Молодой человек с медальоном продана на аукционе. И об этом сообщает аукционный дом Созоби, соответственный за проведение торгов. Портрет стал самой дорогой работой Поттичелли, проданной на аукционе. Он был написан около 1480 года. Предыдущий владелец приобрел картину 10 декабря 1982 года за 1 миллион 300 тысяч долларов. Сообщается, что в этот раз картину купил русскоговорящий коллекционер. Его имя не разглашается. Молодой человек с медальоном выставлялся в том числе в Национальной галерее Лондона, Музее искусства Метрополитен в Нью-Йорке. Степа, а ты готов тратить большие деньги на искусство? Я на искусство трачу свою жизнь. Я там работаю. Хорошо, что мы, кстати, выходим уже, уже практически вышли из пандемии, уже входим в такой рабочий график. Слава богу, что все вроде бы как налаживается. Мы продолжаем. Единственными посетителями закрытого бара в Милане остаются плюшевые медведи. Итальянский бар неожиданно оказался заполнен во время ограничений из-за COVID-19 действующих в стране. Владелец миланского Биба-бар посадил за столики плюшевых мишек в знак протеста против закрытия заведений. Первыми посетителями в карантин стали манекены, поэтому бар казался заполненным людьми. Теперь же пасту и завтраки в Биба-бар пробуют мишки Тегги. Хозяин бара объяснил, что не получил никакой компенсации за закрытие бара и опасается за свою дальнейшую жизнь и будущее своего заведения. Интересно. Интересно. А что бы посадили, каких бы посетителей, каких бы мишек посадили у нас в Якутске, в наши бары? Ну, белых, наверное, я думаю. А так, честно, я бы пошла в бар с мишками, посидела. А мы продолжаем. Россиянин установил необычный рекорд, проплыв 100 метров подо льдом без гидрокостюма. Проделал это 40-летний фридайвер Игорь Ажикин в подмосковном Щелково. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России, вручившие ему по итогам заплыва подтверждающий сертификат. Заплыв проводился с соблюдением необходимых правил. По всей дистанции во льду были вырублены страховочные майми. Под водой была натянута веревка с разметкой для ориентира. Температура воздуха составляла минус 3 градуса по Цельсию. После окончания рекордного заплыва разгоряченный спортсмен поделился, что практически не готовился к покорению дистанции. Катя, у тебя какие-то были экстремальные? Экстремальные какие-то вот такие соревнования участвовало в чем-то? Заплывы? Или вообще? Может не заплывы? Да нет. Вроде как нет. И пробовать не хочу. Давайте послушаем, что говорит фридайвер сам. Вообще не было никакой подготовки. Ноги в сапоги закинь и варивай. Более того, я сейчас не в очень хорошей форме. Ну это обычная моя форма, подготовка особо не велась, потому что это я и так могу. Если бы было больше сотен, вот тогда надо было готовиться. Там 150, скажем мне, 150. А когда ожидать 150? Ой, не знаю. В следующий год? Вот побьют 100, пойду 120. Побьют 120, пойду 150. Да, ну ты знаешь как, а я вот, ты не участвовал, а я участвовал. Я в Крещенскую купель окунался. Ну ты закаленный, да, получается? Нет, не закаленный, но как-то, ну знаешь, ощущения очень прикольные. Да, и что ощущаешь вот, когда окунаешься в холодную воду? Как будто всю кожу колят маленькими-маленькими иголочками. Я не знаю, видимо там как-то кровообращение улучшается очень резко. А согреваешься быстро потом? Да, моментально согреваешься, видимо какой-то стресс у организма, что выделяет кучу тепла. Ну а интересными новостями поделиться с нами можете и вы, уважаемые телезрители, отправив сообщение на наш ватсап номер 8 914 273 44 88. И одно сообщение к нам уже подоспело. Поздравляют с днем рождения дочкам Насте и Асе. Привет от мамы. С днем рождения поздравляют по всей вероятности нас. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем. Наш эфир продолжит выпуск новостей. Василий Ираченко уже в студии и готов поделиться с самыми последними интересными событиями. Начнем с новостей финансового сектора. Фонду социального страхования выделили 68,5 миллиардов рублей на выплату пособий. В частности, на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале 2021 года. Отмечается, что на фоне пандемии нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования, отметили в Кабмине. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин напомнил, что пособия будут перечисляться людям напрямую из фонда социального страхования, а не через работодателя, как было ранее. В карту учета медосмотра или диспансеризации будут записывать результаты исследований и осмотров. Попадут в карту и выявлены факторы риска, а также другие патологические состояния и заболевания. Также можно будет узнать, относится ли пациент к льготной категории, например, если он инвалид или ветеран войны. В ходе диспансеризации пациент должен посетить терапевта, офтальмолога, онколога, проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, а также пройти иные компьютерные исследования. Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь бизнесу и гражданам. Новое правило действует, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Такое решение сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица. С начала месяца вырастет тариф, который взымают с водителей большегрузов за проезд по федеральным трассам. Теперь за один километр нужно будет заплатить 2 рубля 35 копеек, а не 2,20, как было ранее. Речь идет о системе Платон. В дальнейшем индексацию стоимости проезда обещают проводить ежегодно в феврале. Об этом в Росавтодоре сообщили еще в 2019 году. Последний раз тариф увеличился год назад на 16 копеек за 1 километр. Участники автопробега по маршруту прокладки волоконно-оптической линии связи стартовали накануне из Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского района. Напомним, 9 участников экспедиции прибыли из Перми. Автопробег включает в себя около 12 тысяч километров. Маршрут пролегает через территории 8 районов региона. Напомним, строительство ВОЛС компании «Импульс» ведется в Якутии за счет собственных инвестиционных средств. А Минновации региона предоставляет помощь в организации работы и решении административных вопросов. В настоящее время ведутся работы на территории Аймеконского района. В этом году к ВОЛС будет подключен единственный оставшийся населенный пункт района – село Терют. Новый центр единоборств открыли в Якутске. В помещении есть зал самбо и аэрокидс, то есть детской йоги. Это новшество в столице. Раньше таких залов не было. В данном центре можно заняться более чем 15 видами спорта. Тренировать население будут заслуженные мастера. Новый зал является вторым филиалом. Первый находится в 17-м квартале Якутска. Там юные жители, дети из неблагополучных семей и трудные подростки. По специальному доступу тренируются в центре единоборств абсолютно бесплатно. У нас тренируются как и дети, так и взрослые. В основном мы больше часть уделяем детей детям. Это наше будущее. И дети, особенно 17-го квартала, там растут такие самородки, которые уже в течение полугода-года дают очень хорошие результаты. Ну а к этой минуте у меня все, и я передаю слово коллегам. Василий, спасибо. Ну а мы продолжаем и желаем всем доброго-доброго утра. Несмотря на то, что за окном еще зима, многие огородники уже приступили к подготовке к дачному сезону. О том, как сделать правильно это все, нам расскажет сегодня садовод-огородник Варвара Ивановна. Добрый день, уважаемые садоводы-огородники. В январе мы открыли сезон посадок. У многих уже все прорастает, а многие не успели. Вот, смотрите, в принципе, лук-порей, да, мы можем его сажать еще полностью весь февраль. Он успевает. Дело в том, что вы только выбираете, чтобы у них, у этого лука, да, был вегетационный период как можно меньше. На обратной стороне пакетика четко написано, вот, допустим, лук катаранский, да, у него вегетационный период 175 дней. Вы лучше его уже не покупайте. А посадите лучше вот коламбус, который 85 дней, как веста, у которого тоже вегетационный период меньше. Для тех, кто не успел, посадите еще сельдерей, черешковый и корневой. Листовой мы будем сажать намного позже. Я потом расскажу. А черешковый и корневой вы можете сажать сейчас. Поэтому он еще у вас очень прекрасно успеет вырасти. Вот, смотрите, я посадила, вот он уже у меня прекрасно растет. Далее. Когда будете уже сажать это все, можете, я говорю, дополнительно уже посадить и лук, и ксибишин начать. Но его можно сажать на протяжении всего февраля. По цветочкам. Многие очень любят цветочек и устому. Без нее прямо вообще в огороде нет большой красоты. Его полюбили. Это роза. Такая красота. Его можно, этот цветочек, посадить было с ноября месяца. Ноябрь, декабрь. И можно еще посадить сейчас. Особенно низкорослый, который можно потом занести домой и дома любоваться до самого Нового года. Многие сажают лаванду. Поэтому тоже сажайте еще в феврале. Успеете. Всем рекомендую сажать вот такие дельфинимы. Это изобилие расцветок. Это красота. Это цветочки, которые растут на одном месте 8-10 лет. Они вас будут радовать до самого снега, если вы посадите их сейчас. Кто-то сажает однолетние. Все обязательно. Обращайте внимание. Вот тут на пакетике обязательно написано. Многолетний или однолетний. Очень красиво растет люпин и цветет. Их расцветок очень огромное количество тоже. Он просто необыкновенный. И высота очень высокая. Аквилегия. Это тоже многолетний. Если вы ее сейчас посадите, то цветочки уже зацветут в конце июля. И будет много-много цветочков. И такое, смотрите, изобилие расцветок. Вот они у меня уже как растут. Я их посадила пораньше. И поэтому у меня вот уже вот они такие. Те, кто сажает цветочки вот такие, как гвоздичка, шабо, колокольчики разные. Что к розу все время задают вопрос, когда сажать. Если вы посадите ее сейчас, многолетнюю именно, то она успеет у вас зацвести и будет радовать глаз. А если вы посадите однолетники, то их нужно сажать намного позже. Я потом расскажу. Всего вам самого доброго. До встречи. Что ж, Варвара Ивановна нам еще не раз поделится с нами своими рекомендациями по огороду. Так что следите. Катя, а кто ты по знаку зодиака? Я скорпион. Так вот, на этой неделе звезды рекомендуют тебе побольше отдыхать и проводить время в кругу семьи. Интересно. Ну а какой будет эта неделя, по мнению астрологов, для других знаков зодиака? Свои советы нам дают звезды. Смотрите далее. Овен. На этой неделе, вероятно, придется хранить чей-то секрет или сдерживать рвущиеся через край раздражения. Все нормализуется примерно к среде. Импульсивное поведение может повлечь малоприятные последствия. Телец. Вы станете главными режиссерами событий этих дней. В какую сторону поведете корабль, в то он и поплывет. На этой неделе важно объективно оценивать ситуацию. Меньше сомнений в личных делах. Близнецы. На этой неделе следует любыми путями избегать дебатов. Главное — сохранить эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только себе. Рак. Подумайте, какие дела постоянно откладывали и приступайте к их реализации. Вторая половина недели, вероятно, потребует ответа на какой-то серьезный вопрос. Связанный с финансовой или межличностной сферой. Не пытайтесь найти советчиков. Лев. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформулировать просьбу. Воздержитесь от дел, исход которых для вас не ясен. Сейчас самое правильное — немного подождать, пока ситуация стабилизируется. Дева. Вам на этой неделе, возможно, вы обнаружите информацию, которую можно будет использовать с расчетом на будущее. В личной жизни воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнера. Чтобы найти взаимовыгодное решение, не отказывайтесь идти на уступки. Весы. Вам придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, и помогать кому-то из близких. Найдите свободное время, чтобы проверить свой организм на наличие неприятных симптомов и уделите внимание отдыху. Скорпион. На этой неделе для вас будут приоритетными заботы о семье. Следите за тем, чтобы старания не оказались напрасной тратой сил. Организму следует предоставить возможность для отдыха. Стрелец. На этой неделе у многих стрельцов возникнет необходимость завершить дела, ранее отложенные до лучших времен. Это подходящий момент, чтобы обсудить планы на будущее, решить семейные вопросы, в которых ранее не удавалось прийти к общему мнению. Козирог. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою энергию и личное время, оцените возможные риски. Если появится творческий порыв, не пытайтесь его гасить. Самое время дать толчок отношениям, которые по каким-либо причинам остановились в своем развитии. Водолей. Сейчас удачный момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от вредной привычки. К концу недели может проявиться грусть. Лучший способ ее устранить – это юмор или общение. Рыбы. Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, не прибегая к помощи со стороны. Все, что захотите реализовать, вполне достижимо. В конце недели у многих рыб может появиться напряжение в общении с друзьями или родственниками. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Степа, ты любишь сладкое? Да, но стараюсь себя ограничивать. Как мы уже говорили, сегодня в мире отмечается день десерта. Торты, пирожные, эклеры, капкейки и еще много-много вкусного. То, что исходит из уст наших сегодня. Готовят на своих кухнях кулинары. И наш очередной гость сегодня – это гость кондитера Артем Винокуров, который знает о десертах, если не все, то очень много. Артем, доброе утро. Доброе утро. Расскажи, как началось твое увлечение десертами, как ты пришел в этот... Ну, наверное, нужна часть того, что я сам по себе, наверное, сладкоежка. Я очень люблю сладкое, я очень люблю шоколад. И, наверное, какой-то поиск интересного десерта или торта. Как бы это было все, как-то начиналось. Мама раньше готовила, в детстве очень, как бы, праздники, Новый год. Это все шло, ушло. И вот где-то вот в 30 лет я бросил работу, уволился, пришел домой и начал готовить просто на своей кухне. Готовил, готовил, это все переросло в какое-то хобби, в такой интерес. Начал все это изучать, учиться. И стали поступать первые заказы. Сначала друзей, родных, и потом это все так вот уже перешло. Сейчас надо еще какой-то большой бизнес. А в детстве какой был десерт любимый от мамы? Маме, наверное, торт идеал. Птичье молоко. Но ты сегодня вот с нами, не с пустыми, к нам, не с пустыми руками. Да, как бы, у вас праздник, 3 года каналу. Это как раз очень хорошее мероприятие, да? Вот, я принес сегодня у пирожное Павлова. Это, наверное, самый недооцененный десерт, мне кажется, особенно в Якутске, да? Его изобрели пока еще точно, ну, как бы, идут споры в Новой Зеландии или в Австралии. Ну, назван он в честь балерины Анны Павловой, потому что она такая же воздушная, такая же нежная, как бы белая, как ее пачка, как говорят, да? Очень эффективная. Да, это в основе идет меринга. Она сухая снаружи, но мягкая внутри, в этом ее секрет. И сверху покрывается либо сливками, либо кремом на маскарпоне и украшается ягодами, фруктами, соусами, как тут уже. Артем, вот, кстати, вот про балерины, даже про балерин заговорили. Вот сейчас многие увлечены правильным питанием. Вот какие десерты можно сочетать вот с правильным питанием? Фруктовый салат. Когда меня спрашивают про такие десерты, я, как бы, пока еще не делаю. Возможно, в будущем, как бы, запущу такое, ну, разработка. Потому что это требует определенных каких-то более точных исследований в плане подбора какого-то, там, заменителя сахара, бисквитовно правильно подниматься, использовать другую муку. Ну, это, как бы, такой процесс достаточно сложный. И я подхожу всегда достаточно так дотошно, и из-за этого пока я не берусь за них. Всегда, как бы, рекомендую взять что-нибудь тогда уж, ну, там, фруктовый салат можно поесть, если вы хотите. А тенденции какие-то прослеживаются в мире десертов и какие популярные среди якутян? Ну, в мире, да, тенденции есть, появляются какими-то такими волнами. Сначала пошла, там, тенденция на зефир массового, да. Потом все помнят массовый, как бы, вот, интерес по макаронцам, французским пироженым. Потом пошли эклеры, да, как бы, еще, то есть, вот, это отношение, ну, как бы, к красивым, точным, аккуратным десертом, да, очень любят. Ну, в Якутске все равно люди любят все более домашнее. Самый топовый торт – это медовик. Это вот просто хит каждый Новый год, каждый праздник, и красный бар. Что ж, Артем, спасибо тебе за участие в нашем эфире. Поздравляем тебя с днем десерта. Спасибо большое. Спасибо, что пришел, и скорее бы, скорее бы, пробовать. Так, мы продолжаем. В республике идет. В республике идет масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как говорят врачи, прививка – единственный надежный способ уберечь себя и близких от вируса. Кать, ты поставила прививку? Нет, я не поставила, я знаю, что ты поставила. А я поставил, да. Как ты себя чувствуешь? Какие ощущения поделись? Знаешь, первые три дня была… Первый день была сонливость. На конец третьего дня у меня поднялась температура, ломота. Ну, в общем, все симптомы, которые везде у всех практически описаны, что они есть после прививки. Это вот как после гриппа, да? Да, эти симптомы появились вечером и прошли к утру. То есть я лег спать, проснулся здоровым человеком. Сегодня ты себя чувствуешь хорошо, да? Да, сегодня я чувствую себя хорошо. Ну, а тем временем наши корреспонденты отправились на улицы города, чтобы узнать, как жители нашей республики относятся к вакцинации против COVID. Нормально? Ничего такого нет? Нет, не буду. Ну, так. А, нет, конечно. А почему? Ну, потому что на проверку не прошла никакую. Нет. Явление новое. Надо подождать, подумать. Конечно, надо. От гриппа мы ставим. И от ковида тоже поставим. Доверяете? Доверяем. Не знаю даже. А, почему не знаете? У нас, скорее всего, да, наверное. У меня уже есть антитела. Антитела есть. Поэтому нет, наверное. Там же они действуют, получается, да? Антитела полгода. Поэтому полгода пока не прошло. Об этом не думал. Нет, конечно. А почему? Не доверяю вообще. Да если надо будет, то буду, скорее всего. Ну, пока думаю. А так не планирую. Ну, если надо будет, то, наверное, да. Хотелось бы, но сомневаюсь, потому что, боюсь, вдруг побочные какие-то эффекты будут, да? А так хочется поставить. Но дело в том, что в моей поликлинике, может быть, эти прививки еще не делают. Ну, я считаю, что наша вакцина более качественная. Ну, да, планирую. Чтобы защитить себя и своих близких. Я за прививку. Ну, а вы видели, что последний год творите? Конечно же, чтобы обезопасить себя и остальных. Ежедневно мы сталкиваемся с сотнями разных вещей, не обращая на них внимания. А между тем, даже у обычной, на первый взгляд, вещи может быть очень необычная, интересная, загадочная история. Да, и в рубрике «История вещей» мы будем рассказывать вам об интересных экспонатах, которые хранятся в музеях, а также в частных коллекциях. Да, это может быть бабушкин фарфор, старый велосипед или, например, как сегодня, служебный автомобиль первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Да, интересно. Автомобиль ГАЗ-3102. Волга, на которой ездил первый президент Республики Михаил Николаев. В 1997 году премьер-министр России Борис Немцов обратился к главе государства Борису Ельцину с предложением пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили. Нижегородская фирма «Газтехносервис» разработала специальную модель «Волги» в повышенной комфортности. В машине появился кожаный салон, кондиционер и даже холодильник. А под капотом обосновался японский шестицилиндровый двигатель с механической коробкой передачи. Главным отличием этой машины от десятка других «Волг» в Якутске был уникальный номер. На красном фоне белые буквы САХА и цифры 0001. Номер был неофициальный. Его специально заказал начальник ГАИ Дмитрий Максимов на фабрику, где шамповались госномера. Его ставили, когда машина выезжала на официальные мероприятия и встречи. В обычные дни на машине стоял стандартный номер. После того, как эту машину не списали, стали использовать по хозяйству в автобазе правительства, этот номер забрали в музей ГАИ. Там он пролежал до прошлого года, когда мы уже открывали музей, мы его попросили забрать, чтобы повесить на эту машину. Автомобиль первого президента республики по праву является одним из самых популярных экспонатов Музея ретротехники. Кстати, если вы и ваши знакомые являетесь обладателями интересных коллекций, вы можете сообщить нам об этом на наш номер в WhatsApp, и мы снимем даже про вас сюжет в нашу рубрику «История вещей». Про ваши интересные вещи. Ну а у нас сегодня очередной гость – это актер русского театра, музыкант, певец, режиссер, еще и мой коллега по совместительству Сергей Ацегейда. У Сергея, как и у нашего канала, сегодня день рождения. Сергей, мы тебя поздравляем. С днем рождения. Спасибо большое. Отлично. Как, с каким настроением сегодня проснулись, Сергей? С потрясающим настроением. Единственное, что, конечно, непривычно так рано вставать, но, тем не менее, ради такого случая я с удовольствием к вам. Конечно. Сергей, не так давно театры вышли из пандемии, да, начали полноценно работать. Расскажи, как ты пережил эти месяцы, легко ли было возвращаться в строй? Конечно же, было возвращаться в строй очень даже нелегко, но с очень большим желанием, потому что, самое главное, это мотивация, да, когда мы чего-то очень хотим, мы добиваемся каких-то результатов. Естественно, как и все, за период пандемии хотелось какого-то движения вперед, каких-то действий, ну, различного рода там проекты, которые позволяли нам что-то делать. Мы там тоже еще с одним моим коллегой делали, вот. Ну, ждали, 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 были, как говорится, все на низком старте, и, ну, наконец-таки, да, в декабре месяце это свершилось. Сергей, я знаю, ты активно ведешь социальные сети, особенно вот Инстаграм, это как-то мешает работе или, наоборот, помогает? В современном мире, я думаю, это не то, что мешает, это даже как-то людей сподвигает на то, чтобы делать какие-то вещи новые, что-то пробовать, экспериментировать, как и в каких-то моментах. Ну, и потом, это, ну, скажем так, дополнительный источник информации, в том числе и для нашей профессии. Вот, Степан, в курсе, да, запостил было, не запостил, не было, что называется. Поэтому, я думаю, в современном мире это нечто такое, что помогает нам даже, нежели мешает. Вот. А после Нового года театр включил, да, музыкальный спектакль, начал с него. Я буду ждать, даже если не придете. Слышали о нем очень много хороших, положительных отзывов. Войдет ли данный спектакль уже в постоянный репертуар театра и можно ли будет его посмотреть еще? Ну, те, кто знают, он уже в репертуаре в текущем, да, те, кто на него ходили и всю эту историю видели, они высказываются достаточно положительно. Ну, вообще, в принципе, жанр несколько новый для нашего театра, да, скажем так, не испытанный до этого, да, и поэтому мы постарались максимально в короткий срок сделать что-то красивое, хорошее, приятное, веселое. Ну, я надеюсь, что у нас получилось. Ну, что ж, Сергей, ну, мы видим, что у тебя тут гитара, в нашей студии ты пришел с гитарой. Да, вот. Что будем исполнять? Друзья, я хочу для начала передать огромный привет выпускающему редактору, который в 7 утра заставляет петь вокалистам. Те, кто действительно занимаются профессионально этим, знают, что это, конечно... Пусть скажешь, вся республика просыпается и пьет вместе с тобой под гитару. Хорошо. Ну, и вы, уважаемые телезрители, тоже можете подпевать. Эта песня как раз таки из нашего спектакля. Я буду ждать вас, даже если вы не придете. Называется она «Как жаль» из репертуара группы Браво. Так что подпеваем все. Доброе утро и отличного настроения. Поехали. 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 С днем рождения. Поехали. 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 Поехали.